Любимые, чем ближе мы приближаемся к концу этого цикла третьего измерения, тем больше мы понимаем, кто мы есть и что мы есть. Божественный план исполняется в рамках всех вселенских правил, которые управляют каждой планетой и каждой звездой. Человечество сейчас делает свои последние шаги внутри того пространства, которое все еще соответствует частотам миров испытаний и искупления. Когда каждая воплощенная душа начинает пересекать межмерный мост, начинают вспоминаться все знания, накопленные через сотни воплощений на этой планете. Удивительно, как быстро это все происходит. Как мы уже говорили здесь и раньше, то, что было вчера, сегодня больше нет. Также можно заметить, что в предыдущих воплощениях все, что было посажено в одно существование, будет собрано в следующем существовании. Сейчас все иначе, ибо все соберется сразу, то есть еще в рамках настоящего существования. Откровение объединит всю историю человечества, как индивидуальную совесть, так и коллективную. Образец этого – все более ясные сны, а также бесчисленные ощущения и симптомы, которые сейчас испытывает каждый. Все страхи, скопившиеся в нынешнем существовании, и все негативные эмоции, которые человек испытал на протяжении тысячелетий, сейчас проявляются, чтобы распутаться. Решающий момент – сейчас. Если в 19, 20 и 21 годах исцеление ограничивалось родословным, соответствующим прошлым жизням, то сейчас, в этом году, особенно во втором семестре, исцеляются в том, что соответствует прошлому в рамках этой настоящей жизни. Это энергетическая очистка, которую мы должны пройти, чтобы настроиться на более высокие частоты. Если бы этого не было сделано, никто бы не выдержал вспышки фотонного света, достигающего Земли, с каждым днем все большей силы. Мы также проходим столь необходимую физическую чистку, так как обновляется наша ДНК. Уже говорилось, что в новой ДНК человека скоро появится 12 активированных нитей, при этом активными были только две. Это обновление возможно только потому, что физические тела могут освободить себя от химических веществ, накопленных в их органах и клетках. Но есть множество перемен, которые нужны, и каждый столкнется со своими требованиями. У каждого своя индивидуальная история, и именно в ваших убеждениях и эмоциях работа ведется на более глубоком уровне. Убираются подвалы. Когда свет входит в эти подвалы, вся грязь обнажается. Таким образом это облегчает работу, необходимую для растворения таких энергий и таких теней. Сегодняшняя тема поднимает часть душевного багажа, который еще нужно разобрать и оставить позади. «Ненужное и бесполезное нельзя выводить за мост», цитированный в начале текста. Давайте поговорим об эго. Раздутая эго, то есть эмоция, вера или даже потребность, которую многие считают полезной, но которая при передозировке наносит огромный вред эволюциям души. Эго – это пустое место, которое нужно заполнить не для эгоистических настроений, а для чего-то альтруистического, для того, что возвышает душу. Неконтролируемое эго – это коварный проводник, который копает бездну, куда бросает своего последователя. Эго ничего не строит, оно только разрушает то малое, чего едва может достичь носитель. Эго – это на самом деле сертификат некомпетентности. Когда мы говорим «надутое эго», мы можем понять, что оно не что иное, как пустой пузырь, как воздушный шарик. Чем больше оно растет, тем ближе его крах, ибо когда лопнет, ничего не пригодится. Многие чувствуют внутри себя такую экзистенциальную пустоту по сравнению с сильным голодом. Им срочно нужно заполнить это пространство, чтобы избавиться от раздражения такой пустоты. Вот и создают иллюзию, чтобы восполнить такой дефицит. Это иллюзия – эго, которая растет пропорционально существующему пространству. Чем больше эго становится шире, тем больше занимает пространство, и тем больше возникает эта потребность. Это превращается в бесконечный порочный круг. Эго не производит ничего полезного. Вот почему оно никогда не удовлетворяет того, кто его держит. Оно всего лишь обманчивая внешность, замаскированная в сознании его носителя. Эго также раскрывает то, что никто не любит показывать – разницу между победителем и проигравшим. Оно только отождествляется среди многих, меньше всего пригодных для великих дел. Тому, кто действительно делает что-то хорошее, этот трюк не нужен, потому что он уже чувствует себя наполненным все время. Он не чувствует ту экзистенциальную пустоту, которую чувствует эгоист. Грамотным не нужно ничего доказывать, потому что их достижения говорят сами за себя. Уже носитель раздутого эго пытается показать то, чего не может делать. Эго – это пустота, которую нужно заполнить не иллюзией, а поднимающимся настроением. Так что эго – это то, что еще нужно понять. Виталь Фрасси Миссия просветления Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok